С каких только школ не вели свои репортажи наши кыргызские корреспонденты. Со школы в кафе, со школы в лесу, со школы, крыша которой грозит упасть на головы детишек. А на этот раз они поехали в далекое высокогорное село Шингыма. Нам сообщили, что там уже лет 10 детей учат пенсионеры в своем маленьком домике. Так как до ближайшей настоящей школы 15 километров, а транспорта нет. На месте журналисты выяснили, что все почти так и есть. Ну, с некоторыми нюансами. То ли дом, то ли школа не разберешь. В одной комнате ученические парты, в другой – тущоки, посуда, личные вещи преподавателей. Вот в этой комнате и живем. Извините, я посуду еще не помыла. Посуда стоит немытая. Учительница займется этим на перемене. А еще надо покормить мужа. Благо и работа, и кухня, и дом – все в одном месте. Вот уже дети начинают приходить. Заходите в класс. Но в соседнюю комнату женщина заходит только при полном параде. Домашние тапочки и поношенную кофту дети видеть не должны. Конечно, прихорашиваюсь. Дети приходят, разодеты. Почему же я должна отставать? Учитель должен быть артистом. Всем своим видом должен приковывать к себе внимание детей. На этой половине дома сценический образ домохозяйки Анарбюка Паровна меняет на требовательную учительницу. В школе, которую можно назвать Карликовой, получают знания всего восемь учеников. Все первоклассники. Уже 11 лет младшеклассники этого села учатся у Анарбюк Маталиевой. Кроме крохотного домика, пенсионеров другого учебного заведения в селе нет. А до большой школы 14 километров по бездорожью. Не каждый первоклассник осилит такой путь. В 99-м году все сельчане, и стар, и млад, все приняли участие в строительстве этой маленькой школы. Стены поднимали методом Ашара. А вот крышу и все остальное Джумал и Ата с женой достраивали сами. Потом собирали списанные принадлежности по всем районным школам. Готовили учебные пособия. В итоге остались жить и преподавать в этой школе. Да, строилась эта двухкомнатка как школа. Но нам, учителям, ведь надо где-то было жить. Здесь своего дома у нас нет. А приезжать издалека на работу мы не можем. Так и остались. В одной комнате живем, в другой преподаем. Из-за дефицита кадров и классов здесь учатся только самые маленькие. Остальные получают знания в соседнем селе. 20 километров ходьбы для учеников – ежедневная норма. Зимой в 6 часов уже темно. Они до дома добираются в 8 или в 9 вечера. И каждый раз, когда они опаздывают, все родители на улице с фонариками ходят. Кто на лошади, кто на ишаке. А кто пешком идут искать своих детей. Пока всех не приведем, сами домой не заходим. Дети в дороге, бывает, заблудятся и даже засыпают от усталости. Так что сельчане с утра до вечера то провожают, то встречают своих чад. Как закончил 10 класс, думал, все, не придется каждый день шагать по этой дороге. Нет, потом пошли дети. Их нужно водить в школу. Думал, дети вырастут и распрощаюсь с ежедневной ходьбой. Так нет же. Уже вот внуки в школу пошли. Наверное, до смерти буду жить на этой дороге. Думаю, и правнуки меня в покое не оставят. Только этой весной сельчане организовали для своих детей отдельный автобус. В Акимяти нашли старую технику. Правда, Тарзик больше ломается, чем ездит. Но люди рады и такому подарку. Когда ломается машина, те, кто поближе, как-то прибегают. Те, кто подальше, могут и не прийти. Особенно, если не Настя. 10 километров туда и 10 обратно. Каждый день по 20 километров ходить. Трудно для детей. Кадырбек уже второй месяц возит детей. Зарплату еще не видел. Можно сказать, пока работает на голом энтузиазме. Ведь он стал важным звеном в системе образования. Ой, да, если чувствую недомогание, заставляю себя встать с постели и бегу на работу. Мне нельзя подводить детей. Видите, какая дорога? Машина и так через день ломается. Когда машина на ходу, 30 минут или 40. А если в пути сломается, то уже дольше добираемся. Вот такой вот дружной компанией. В чесноте да не в обиде дети по два часа проводят в дороге. Путь к знаниям у них нелегкий. Путь нелегкий, зато не пешком, шепчут мне за спиной. В день старенький автобус делает три рейса. Почти каждую неделю приходится ремонтировать. Запчасти и ремонт за счет родителей. Таков уговор. Вон за той гору еще два холма. Надо перейти, и там мой дом. Нарын живет дальше всех своих одноклассников. Выйдя из дома в 8 часов, он только к 10 добирается до конечной остановки автобуса. Ну, в дождь и в снег, когда нет автобуса, мы не идем в школу. Родители не пускают. Говорят, что намокнем, простудимся и заболеем. Не разрешают. И автобус, и карликовую школу тут все воспринимают как временную меру. Но пока оправдывается поговорка. Нет ничего более вечного, чем временное. Обуви на них не напасешься. Дорога дальняя и очень плохая. Спасибо, что автобус организовали наши активисты. Но без помощи властей нам не обойтись. Нам бы большую школу построить в селе. Но власти объясняют, строить школу ради 130 учеников нерентабельно. Классы не укомплектуешь и кадров не дозовешься в город. Так что сельчанам пока приходится уповать на хорошую погоду, старую технику и крепкие ноги детей.